Всем привет! С вами снова Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. Я напомню, что с конца декабря 2021 года в России отменен обязательный периодический техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов-частников. То есть, если вы являетесь физлицом, владеете легковушкой или мотоциклом и используете его только в личных нуждах, периодически обязательно техосмотр сейчас вы проходить не обязаны. Более того, сейчас диагностическая карта техосмотра не нужна даже для покупки полиса ОСАГО. Эта обязанность была исключена еще в августе 2021 года. Кстати, если вам нужно выгодно приобрести электронный полис ОСАГО, сделайте по множеству по ссылке в описании. Однако, диагностическая карта техосмотра является сейчас обязательной для регистрационных действий ГИБДД. Так, техосмотр придется пройти, если вы планируете постановку на учет транспортного средства старше 4 лет, смену собственника транспортного средства старше 4 лет, а также регистрацию, изменения в конструкции или замену основного компонента транспортного средства, независимо от его возраста. Причем, при обращении в ГИБДД в данных случаях это касается всех категорий транспортных средств, только легковушек и мотоциклов, но и грузовиков, и автобусов и так далее. Единственное исключение, единственный вид транспорта, на который не нужна диагностическая карта при регистрационных действиях ГИБДД, это транспортное средство категории О1 и О2, то есть это прицепы к великовым автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые принадлежат частникам, то есть физическим лицам. Но такие легковые прицепы техосмотр при обращении в ГИБДД не нужен. До 2012 года за техосмотр отвечала госавтоинспекция. Однако с 2012 года контроль за всей системой техосмотра был передан в руки Российского союза автостраховщиков. Таким образом, сейчас страховое сообщество контролирует как страхование, так и технический осмотр транспортных средств. Контроль здесь заключается в выдаче и аккредитации пунктом техосмотра и проверке соблюдения действующих требований по проведению техосмотра транспортных средств. При этом неоднократно озвучивались инициативы с тем, чтобы у РСРА забрать функцию контроля за техосмотром. В частности, в 2023 году в Госдуму даже был внесен законопроект, которым предполагалось передать контроль за техосмотром из рук Российского союза автостраховщиков в руки Росаккредитации. 8 октября 2024 года в Совете Федерации прошел большой круглый стол, который был посвящен тематике дальнейшего развития сферы техосмотра. В рамках данного заседания было озвучено то, что законопроект о передаче полномочий по техосмотру от РСРА в Росаккредитацию заморожен. Его не поддержал Минфин России. Я напомню, что Росаккредитация планировала запустить целую IT-систему по контролю за техосмотром, а также нанимать отдельный штат сотрудников. Только на данный штат сотрудников предполагалось тратить не менее 20 миллионов в год. Именно поэтому данные расходы Минфин посчитал нецелесообразными и, соответственно, не поддержал принятие данных поправок. В настоящее время передача полномочий в сфере техосмотра другому органу не повысит эффективность системы в целом и подвергнет шоковой терапии предпринимательской отрасли, конкретно операторов техосмотра. РСРА предлагает сохранить действующую систему техосмотра и продолжить курс на совершенствование механизмов, обеспечивающих ее функционирование, что в целом повысит безопасность дорожного движения на дорогах России, прокомментировали данное заседание в Российском Союзе автостраховщиков. Более того, в рамках данного заседания в Совете Федерации Российский Союз автостраховщиков вообще выступил с заявлением, что обязательно периодический техосмотр легковушек необходимо возвращать с 2026 года. Об этом в ходе круглого стола заявил директор по защите активов РСА Сергей Ефремов. Он сообщил, что страховщики крайне заинтересованы в исправности автотранспорта, который выезжает на дороге, поскольку они страхуют его по договорам ОСАГО, КАСКО и ОСГО. Средний возраст легковых автомобилей в стране составляет 15 лет. Почти 70% всех легковых автомобилей имеют возраст 10 лет. Поэтому мы предполагаем к 2026 году, с учетом того, как развивается технический осмотр, вернуться к обязательному порядку проведения ТО для легковых автомобилей, рассказал в ходе круглого стола Ефремов. Сейчас по закону о техосмотре РСА отвечает за проведение аккредитации операторов ТО и проверку соответствия их требованиям аккредитации. РСА сотрудничает с региональными подразделениями МВД и органами власти субъектов РФ, что позволяет пресекать неправомерные действия операторов техосмотра, напомнили в Союзе. А если вам предстоят крупные траты, такие как покупка сезонной резины, дорогостоящие техобслуживания, ремонт автомобиля, покупка страховки, вам поможет кредитная карта Платинум от ТЭБанка. Сейчас для новых клиентов банка действуют особо выгодные условия. Заказывайте эту карту по моей ссылке, и вы получите вечное бесплатное обслуживание этой карты. А также, если в первый месяц потратите не меньше 10 тысяч рублей, то 2 тысячи рублей вернется вам на счет. Все подробности и ссылка будут в описании. Таким образом, обязательный периодический техосмотр может вернуться для рековушек-частников уже в 2026 году, то есть чуть больше, чем через год. Чем же закончится данная инициатива, я расскажу уже в следующих видеороликах. Чтобы их не пропустить, не забудьте подписаться на этот канал, а также на другие площадки моего проекта. Ссылки я оставлю в описании. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!